Это программа «Профессия шеф-Россия». Телеканал ArtTVI знакомит вас с кухнями мира и их создателями – иностранными шеф-поварами. Они приезжают в Россию и открывают тут свои рестораны, делают выдающиеся карьеры шефов. Благодаря их работе мы можем узнать другие страны, не покидая свои собственные. Кто они и что их привлекает в России? Страну, из которой приехал наш сегодняшний герой, считают одним из самых древних государств. Ее столица старше Рима на 29 лет и совсем недавно отметила свое 2800-летие. Это одна из первых стран, принявшая христианство, а ее символ – священная гора Арарат, который пристал ноя в ковчег после библейского потопа. Субтитры создавал DimaTorzok Нарак Кавагян – шеф-повар ресторана-кафе Арарат. Нарак родился в армянском городе Вайк. Продолжая семейные традиции отца, начал работать на кухне с 16 лет, а в 26 стал шеф-поваром. Работал в Испании, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Вот уже 20 лет Нарак живет в России. Из них 17 возглавляет кухню старейшего армянского ресторана Москвы – кафе Арарат. Не работая, шефа можно встретить в спортзале. Нарак не просто поддерживает себя в отличной форме, но и запросто поборется за звание одного из самых спортивных шеф-поваров. Нарак, добрый день! Здравствуйте! Рада быть, наконец, на армянской кухне. И, если честно, я всегда хотела попасть в Армению. И, можно сказать, это мое первое знакомство с этой страной. Хотела спросить у вас, правда, что армянская кухня – одна из самых древних в Азии? Ну, знаете, как бы сказать, в Азии – одна из древних, я не могу это. Ну, как бы Азия, Армения, ну, как бы немножко… Странно немножко это звучит, да. Ну, то, что древная, очень древная, то есть это я могу подтвердить. Потому что вот культура Армении вообще, вообще Армения – очень древная страна. Поэтому, естественно, как бы древная очень кухня. Можно так запросто… Раз люди давно живут, то и едят они очень давно. Что же вы будете нам сегодня готовить? Сегодня я буду приготавливать, значит, тажвыжик. Тажвыжики – это такое блюдо, куда входят, значит, в сердце и печень. Помидоры, зелень, очень много зелени. И, естественно, значит, специфы – тархун сущенный, базилик, значит, аджика, сухая паприка и черный перец, соль. И чипсы из лаваша. Для украшения уже, наверное, да? Да, и для украшения, и лук репчатый. И, вижу, армянский лаваш. И, естественно, лаваш, который армянский, значит, тоже мы здесь делаем, бездрожжевое, кстати, да, то, что сейчас очень важно. Вот. И вообще, скажу, армянская кухня очень полезная. Многие там, не пробовая, просто по слуху говорят, что очень, как бы, вредно, там масло, чеснока, не знаю, специи. На самом деле не так. Очень полезная кухня, потому что основное там состоит из овощей много, из зелени. Естественно, как бы, очень мало используем сливочное масло. Это важно, да. Для приготовления, например, скажем, холодных блюд, салатов всяких разных, мы вообще не используем сливочное масло. А для горячего, то есть, да, мы используем иногда, смотря где, немножко сливочное, но топленое масло, которое, естественно, я сейчас сегодня тоже буду использовать, да. Давайте тогда приступать к приготовлению. Хорошо, ну что, я нарежу мясо. Так. Мясо вот в сердце и печень надо резать очень тонко, чтобы они успели обжариться и потушить немножко. А вообще переводится тажбжик? Тажбжик, да. Вот в чем, почему, именно вот когда сейчас будет жариться, там, ну, слышите, ну, это жарко, то есть. А, это звук такой? Звук, это же жарко, то есть, да. А, серьезно. Нарок, расскажите вообще немножко о своем детстве. Вы родились в Армении. В каком городе? Ну, я родился в Армении, в очень маленьком городке, который называется Вайк. Ага. Да, раньше другое название было, сейчас называется, значит, Вайк. В горах, нет? Ну, не совсем в горах. Ну, вообще Армения горная страна. Да, да, да. Поэтому, как бы, да, горы там, вокруг, между гор, вот так можно сказать, да. Очень маленький город, ну, все люди почти знают друг друга. Вот. У меня, ну, что, обычное детство, как у всех в советское время, да, я бегал, плавал в речке, там, все. Ну, и учился хорошо очень. Какой любимый предмет был? Ну, я историю и математику очень хорошо учился, да. А как же вы попали вообще в профессию? Как вы стали поваром? Ну, вот, смотрите, у меня у отца, отец вообще повар. Ух ты, вот так вот. Шеф-повар, да, в советское время он работал поваром, потом шеф-поваром, да. А я учился, а этот, там, где он работал, рядом со школой, то есть его, ну, вот этот ресторан, кафе именно, или как раньше назывался, не помню. И между переменами, то есть иногда после школы, то есть я ходил туда и помогал. Мне очень нравится, на самом деле, вот этот вес-процесс, не только вот именно то, что готовка, вообще, вообще вот этот общепит, в общем, очень мне нравился. Я помогал, где-то готовил, где-то резал, где-то там, не знаю, бутылки открывал, в общем, много что. Но отец никогда не хотел, чтобы я стал поваром, ну, естественно, я тоже об этом никогда не думал, ну, потому что в те времена повара, ну, не очень много зарабатывали, потом поварами были те именно, которые, ну, считались, у которых среднее образование, ну, тогда так было. Не престижное было, да, рабочее? Ну, да, тогда так было. А так как я хорошо учился, у меня были очень большие планы. Планы, да, да, да. И кого же хотели? И я поступил юридически, закончил юридический университет, но когда уже начал процесс именно устроиться на работу, там, я расстроился, на самом деле. Почему? Не соответствовался? Да, тогда очень сложно было. Тогда именно, как сказать, ну, не то, что я хотел, в общем, да. Каждому свое? Да, да. И просто переехал те времена, я после армии еще, я в армии служил, вот. А где служили? Я служил в армии в Карабахе, на Горном Карабахе. Такие очень сложные года. Суровые годы? Кафешку. Где-то годик поработал. Ну, потом там закрылись, где арендовал. И, ну, в общем, надо было где-то работать, заработать. Мне позвонили, сказали, что вот именно здесь открывается в центре гостиница. Парарат Парк Хаят, армянская кухня там. Ну, вот начал работать здесь, в гостинице было всего лишь 4 месяца. А-а-а. Да. Почти я с открытия тут. С самого начала. Да, да, да. Почти я с открытия тут. То есть можно сказать, что Москва росла у вас на глазах? На самом деле так и было. На самом центре, да. Все, что строилось отсюда, вот передо мной все было. Мы сейчас, да, пожарим. Начинаем жарить. Жарить, да. Держите. Так, и переехали сюда, в Москву, с самого начала. Я переехал сюда, в Москву. На какой позиции? На позицию помощника повара, да. У нас тут был один француз-шеф-повар, он самый главный был. Когда он приходил, увидел, что очень много работы, и вообще почти полный зал, и я бегаю просто нон-стоп, да, и у меня на руках там несколько сковородок, несколько этих мармиток, он говорит, Могу я тебе помочь, не надо только, наоборот, будешь мешать. Доча стой туда и просто руководя официантами. И я, в общем, начал просто, просто нон-стоп работать и справился, то есть вот. А сколько было народу вообще в команде тогда у вас? Тогда было где-то 12 человек, но на тот момент именно нас было два человека. А, хорошо. И вот так вот огромный ресторан полностью в ваше практическое управление. Это было просто. И на следующий день он меня позвал. Так. Вот, он меня позвал и говорит, мы хотим, чтобы ты... Я тогда еще был поваром, а у нас, чтобы вы помнили, у нас позиции идут. То есть сначала поваром, потом становишься бригадиром, потом су-шефом. То есть еще несколько позиций. Да, еще несколько позиций. И мне, типа, ну, говорят, ну, мы искали су-шефа, но как раз мы не будем искать, вы будете су-шефом. Проходит через еще несколько месяцев, и где-то 26 я становлюсь шеф-поваром уже. И, ну, вот до сих пор я здесь, под моим руководством, вот этот ресторан. Здорово. Вроде все довольны. Нарек, вас вообще называют послом армянской кухни в России. А какие, на ваш взгляд, вот три главных блюда, может быть, наиболее оригинальных или ваши любимые армянской кухни, вот с которыми каждому вы бы посоветовали познакомиться? Ну, знаете, вот очень много, очень много блюд, которые сейчас не представлены нигде, которые передавались через поколения, через наших бабушек. Вот я, когда, в общем, моя бабушка Цаасова Небесная была жива, я специально ездил туда, в Армению, и мы сидели, вот она сидела, она уже старенькая была, она мне рассказывала очень много блюд, очень много, которые она мне готовила в действие. Реально очень много, да. Блюдо, которое, наверное, многие армяне даже не знают, они будут спрашивать, что это такое. Блюдо называется калагёш. Это делается из сушеного молока, натуральное, и из чечевицы, лук, и туда добавляли потом шареный лук с кавурмой. Кавурма – это тоже блюдо, которое тоже очень, не знаю, нигде больше такого я не видел. На самом деле, блюдо, которое, я могу сказать, реально армянское, да, это тоже из говядины, из мяса говядины, которое готовится очень долго, хранится долго, то есть на зиму. Как пусто, что ли, такое? Ну, где-то, да, вот так похоже, да, вот. Еще есть очень много блюд из горных трав, например, названий горных трав очень много в Армении. Например, сезон, где-то начиная там с окончания март месяца, я даже вот это все видел своими глазами, когда люди поднимаются, собираются с семьями, и берут машину какую-то грузовую и поднимаются в горы, собирают разные травы. Нарак, названий очень много там, мандак, сибех, каршем, авелук, горные грибы армянские, это вообще просто самое мое любимое, очень вкусно. И вот они собирают эти травы, сущат, где-то там варят, замораживают, как горячие блюда, их готовят с яйцом, там, с помидором, и там, где-то в суп добавляют. Нарак, расскажите, ваша семья, она сейчас в Армении или здесь, в Москве? У меня родители живут в Армении, у меня у отца там ресторан сейчас, уже другой, не тот, который в советское время. Братья там работают с отцом, да, два брата, один из них здесь у меня проходил практику. Старший, младший? Младший, я старший самый. И он тут потом уехал и работает с отцом, помогает. А так семья моя вся здесь, то есть, ну, как бы, дети, жена. Как отец-то отнесете к тому, что все-таки пытался огородить сына, не хотел, чтобы он лучше спорил? На самом деле он ничего так, он уже, он сам понял, что у меня там ничего не получается, поэтому оставил на воле судьбы, то есть. Он понял, что я не пропаду, сейчас добавлю. Нара, а успеваете ли вы вообще путешествовать еще? Может быть, по России, по Армении, по другим городам? Я по работе очень много путешествовал, когда начал тут работать, и потом меня отправляли в разные места где-то сторожироваться, где-то работать, где-то открывать армянскую, дни армянской кухни. Охренеть, представлять, да? Да, где-то гостиницу мы открывали, ну, например, я побывал, значит, в Армении мы открыли две гостиницы, потом я был в Казахстане, там дни армянской кухни я делал, я был в Киргизии, то есть в Советский Союз, да, где? Да, да, да. Я был в Узбекистане, там тоже гостиницу открывали. А вам вообще, кроме армянской кухни, что-то нравится, не знаю, пасту, может быть, пиццу, какой-нибудь суши? Ну, мне нравится итальянская кухня, она потому что домашняя. Я люблю очень много, когда соусов, как бы, очень много смешанных продуктов. Ну, минималист, лучше. Люблю, потому что, ну, как бы, знаю, что домашняя. А есть любимое блюдо, вот что вы любите больше всего? Ну, я то, что люблю все, что с овощами связано. А дома все-таки кто готовит? Вы или жена? Ну, как вы думаете, если я с утра до вечера работаю? Ну, не знаю, по-разному. Ну, бывает, я готовлю, да, когда гости ко мне приезжают. То есть все-таки дома все? Да, иногда я делаю, готовлю. Ну, естественно, да. У меня времени просто нету. Все время, то есть, ты в этом, ну, хочется спокойно, то есть, немножко отдыхать. Но главное, вкусно? Дальше подачи от кухни. Главное, вкусно? Очень вкусно, очень вкусно. Она очень вкусно готовит, да. Мы добавили наш лук. Мы добавили лук. Сейчас отдельно лук обжарится, я потом перемещаю, все. Знаете, эта кухня для меня, вот, например, почему я говорю, это тоже культура, часть культуры. Вот именно армянская кухня очень много, как в картине, да, то есть, есть веселые картины, есть там грустные картины какие-то, есть там пейзаж какой-то, да, или как стихи, там, то есть, там, есть такие веселые, там, да. То же самое еда, например, армянские именно, есть блюда, которые армяне готовят на праздниках. А вот на праздниках какой-то? На праздниках, ну, разные праздники бывают. У нас и армян праздников много. Вот, например, там, на Новый год, да, готовят, ну, скажешь, сейчас долму, многие скажут, а долма ваша, это как вопрос такой, постоянный, долма ваша, а ответ у меня такой, я говорю. Кто готовит, того и долма. Кто вкусно готовит, того и долма. Ну, это, знаешь, как с пельменьями, тоже в России все спорят, и чьи же все-таки пельмени. Чьи же пельмени, да, 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 вот. Поэтому часто мне задают, я говорю, вкусно? Говорят, да, я говорю, а я армянин. Вот. Вот ответ, да. Ну, все-таки кухня, она авторская. Правильно вы сказали, авторская именно, не то, что я сейчас придумаю, придумали именно наши предки, естественно, это авторская. И вот есть блюда, которые, да, именно люди придумывали, потому что им нечего было есть. Голод там, генотип. И люди придумывали всякие блюда, чтобы то, что вот трав, да, зелени очень много, да, люди это придумывали, собирали, из них приготовили очень вкусно, да. Вот, есть, опять-таки, к праздникам, да, есть на Пасху мы готовим рыбу, рис. Вот. Пасус долму, это постная долма. Там несколько видов бобовых, чечевица, там фасоль красная, есть там нут, бунгур, это очар. Нарок, вы достаточно много работаете. Как вы проводите свое свободное время, если оно вдруг появляется? Семь делать может быть. Вообще, как отвлекаетесь от кухни? У меня утро начинается с тренировки. Так, каждый день? Почти каждый день. А как тренируетесь? Я хожу в зал, занимаюсь тренажером и плаваю в бассейне. Потом я приезжаю оттуда сразу на работу. Приезжаю на работу сразу и начинается рабочий процесс. Это уже не свободное время. Рабочий процесс у меня такой, знаете, я должен успевать все, я должен успевать побыть и на кухне, и в зале. Это для меня очень важно, потому что очень многих гостей я их знаю. Поэтому для меня большая ответственность приготовить им, чтобы они ушли отсюда очень, скажем, довольным и с настроением. Потому что еда – это настроение, правильно? Если что-то покушаешь невкусно, уйдешь отсюда невкусно, и не вернешься, во-первых, во-вторых, весь день потерян. Это правда, да. Когда как, бывает я до девяти, бывает до двенадцати, бывает иногда на выходных, если какие-то мероприятия я работаю. А так на выходных стараюсь проводить с детьми. Они у меня очень успешно и плотно занимаются дзюдо. Ух ты! Да, иногда. Я тоже, что они на меня тренируются. Вместе даже? На меня тренируются, да. Ну, когда они начали заниматься, мне пришлось как-то уже выучить какие-то там уже приемы, чтобы не подводить. И чтобы посматривать, все ли получается. Да, потому что сейчас соревнования бывают, чтобы подсказать хотя бы что-то. Успеваете попадать на соревнования, смотреть? Ну, да, да. Я стараюсь вообще не пропускать. Бывает, что пропускаю, но стараюсь, потому что моя поддержка, сейчас они пока еще маленькие, там, ну, 10-11 лет, поэтому моя поддержка очень, как бы, очень важна для них. Я сейчас еще открою, да, добавлю туда листья тархуна. А есть ли в армянской кухне какие-то необычные сладости? Потому что вот чаще мы говорим все-таки про мясо, про там, не кебабы, а шашлыки какие-то, да? Ну, и кебабы тоже есть. Кебабы тоже, да? Сладкая, да. Армяне очень много любят сушить фрукты. Очень много таких с орехом и с разным, с медом они сушат. Что-то, и черчхелы? Чурчхелу, да. У нас эта черчхела, у нас по-армянски называется судюб. Судюб? Да, судюб. Чурчхелу армянского, он немножко помягче все-таки, отличается от грузинского, да, то есть этот судюб наш, он помягче. А из чего делают все-таки? Из виноградного сока. Виноградный сока, да. И просто долго-долго-долго тоже высушивают? Да, они высушивают, потом опять смакают, опять сушат, получается такой сочный очень. Вот, в принципе, я уже тут все готово. Сейчас я добавлю соль, перец и зелень. Соль, перец и нашу зелень. Соль, перец и зелень, да. Мы очень много используем кинзу, петрушки, базилика красного, да. Нара, ты расскажите, если бы так получилось, что вы бы не стали шеф-поваром, ну, или просто поваром, кем бы вы хотели стать? Ну, знаете, вот я скажу вам так, вот у каждого, наверное, есть мечта, да, ну, в действии там. Я даже не помню, о чем я мечтал, ну, как нормальный человек, наверное, о чем-то я мечтал. Ну, я считаю, что вот то, что у меня сейчас есть, это, наверное, моя мечта. Но вообще ваше будущее, какие-то, может быть, проекты, планы, они связаны больше с Москвой или с Арменией? На самом деле с Москвой. Правда скажу, с Москвой, пока что с Москвой. Да, потому что Москва мне очень нравится, но все-таки я уже 20 лет почти как живу тут. Да, это много. Да, и столько же я жил в Армении, столько я и живу здесь. Вот наши блюда почти вот тоже жжик готов. Жжик. Прямо издает свой звук. Вы прямо так правильно говорите, ты жжик. Тренировалась долго. Очень мало кому-то это удается так правильно высказать. Ура! Ну да, в принципе, все. Мастер-класс. Последний штрих я сделаю. Здорово. Наш туржик уже готов, а оценить его мы пригласили эксперта, тревел-блогера Ирину Константинову. У Иры с мужем, можно сказать, работа мечты, если вообще это можно назвать работой. Вы путешествуете по всему миру с своей семьей и подписчиками. И рассказывать, как это можно вообще сделать просто интересно. Да, есть такое. Ира, расскажите нам, пожалуйста, в каких странах вы уже успели побывать? Ну, на самом деле, где-то на 80 мы остановились, потому что решили, что главное все-таки не количество, а качество. Поэтому есть страны, куда мы любим возвращаться и едем сюда по много-много раз. Вот. Кстати, в Армении тоже мы были не один раз. Самое главное, чтобы вы были в Армении. Вообще, вы можете посоветовать какие-то интересные места, которые обязательно стоит съездить в Армении? Что вам понравилось? Ну, вы знаете, в Армении, мне кажется, такая огромная культура и такое количество именно, ну, скажем так, если из наших ближайших республик, христианство оттуда пошло, да? То есть это они первые приняли христианство, да, да. И, соответственно, там огромное количество монастырей, которые обязательно стоит посетить. А если мы возьмем май, майские праздники, ну, даже сказка, когда цветут маки, когда просто такая красота, что, мне кажется, ну, получаешь огромное эстетическое удовольствие и от картинки, и от достопримечения. И от очень радушных, добродушных людей, которые тебя там встречают, гостеприимных, и от вкуса. Потому что там дико вкусно. Я помню, что когда мы в этом мае поехали в Армению, мне мой массажист говорит, куда ты едешь? Я говорю, в Армению. Он говорит, нет, нет, только нет, ты опять все испортишь. Потому что там невозможно не есть, там дико вкусно. Он говорит, ты все испортишь опять. Ну, да, и это так. Вот, не удержалась. Ну, потому что, когда ты видишь вот это вот все, особенно все это в лепешках, они такие вкуснейшие, мясо. Ну, я не знаю, то есть надо быть просто каким-то железным, железобетонным человеком, чтобы сказать, нет, я не ем. Не после шести дней вообще, ну, невозможно. Это здорово. А пробовали в Армении табжик? Вот честно, нет. Вот здорово. Значит, время пришло сейчас это сделать. Сто процентов. И, Нарак, такого опытного путешественника нам сегодня будет не просто удивить. Давайте все-таки попробуем тогда ваше блюдо, ваше авторское блюдо. Я, на самом деле, с удовольствием, тем более, когда еще вообще не пробовали ни разу. И после таких хороших слов, когда, знаете, про Армений рассказывать не армянин, это вообще двойная просто радость. Поэтому, пожалуйста, пробуйте. Это блюдо из говяжьей сердца и печени. Ой, ясненько. Приготовлено с помидорами, да, и с репчатым луком. И много зелени туда добавляем. Отлично. Ир, у нас будет с вами задача попробовать. А у вас прекрасная задача. Оценив, насколько это вкусно, красиво и оригинально. А я держу пальчики. Так, ну что, все, мы уже приступаем, да? Мы пробуем, тестируем наш прекрасный жубжик. Ну, выглядит она очень красиво, вот правда. Спасибо большое. Очень, 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 очень яркие цвета, помидорки, зелень. Она прям прекрасная, такое настроение летнее практически. Очень вкусно. Правда. Мне нравится, очень вкусно, очень правильной консистенции печень. Потому что не все умеют ее правильно готовить. И иногда она бывает такая, немножечко похожа на подошвочку. Вот, здесь очень вкусно, правда. Красиво. Очень вкусно. И я, честно скажу, я печень практически не ем. То есть задача моей мамы была всегда накормить меня этим. Но здесь нет вот этого горечи и привкуса печени, такой неприятной немножко. И она реально очень такая тверденькая, вкусная получается, не пересушенная и не мягкая. Поэтому вот блюдо действительно приятное. Шесть баллов из пяти, в общем. Ура, ура. Очень приятно. Вкусно. Это было вкусно? Очень вкусно, да. Оригинально. Да, потому что я до этого не пробовала. А она тогда постараться была, чтобы я чего-то не пробовала. Спасибо. Поэтому, да, вы переплюнули. Вы переплюнули просто, да. Я вот просто только что вернулась еще из Ливана. У них тоже похожая кухня немножечко, да? Да, да. Похожая кухня. И, ну, вот такого тоже не пробовала. Так что переплюнули, да. Это было очень вкусно. И спасибо. Теперь мы знаем, что есть в Армении, что посмотреть в Армении. И ради кого ехать в Армению, чтобы познакомиться с такими же людьми приятными, как и вы. Спасибо большое вам. И витебринами. Спасибо большое. Спасибо. 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 Путешествуя или просто изучая страны, мы в первую очередь знакомимся с их историей. Национальная кухня – это тоже часть истории, которую сохраняют люди день ото дня в своих домах и передают своим детям из поколения в поколение, как это делают и наши герои. Это была программа «Профессия шеф России». Смотрите нас на RTVI. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова